здравствуйте дорогие студенты сегодняшняя тема лекции это работа с источниками света и работа камерами в 3d max основные вопросы сегодняшней лекции это создание модели съемочной камеры освещение и окружающая среда создание модели съемочной камеры съемочные камеры предназначены для выбора конкретного ракурса визуализации сцены а также для создания анимации от первого лица существует два типа съемочных камер это таргет и фри единственное отличие между ними это наличие прицела у камеры типы таргет и его отсутствие у камеры типа фри с помощью прицела намного удобнее выбрать конкретную ракурс съемки поэтому при визуализации интерьеров чаще всего используется камера таргет при создании анимации полета камеры проще используют камеру фри поскольку для нее не требует требуется отдельно анимировать перемещение прицела для создания камеры требуется нажать create камер и выбрать тип камеры таргет или фри если выбрать таргет то необходимо в окне проекция нажать кнопку мышки в этом месте появится сама камера и протянуть мышку сторону туда где будет расположен ее прицел для создания камеры фри достаточно проще будет шелкнуть мышкой в любой проекции наводить камеру фри можно только поворачивая ее к команды поворот основные настройки съемочных камер это лэнс это расстояние между линзами объекта влияет на угол обзора камеры позволяет захватить более широкую картину или получить большое увеличение большое большие увеличение это это у нас обзор field of vision это угол обзора камер аналогичные настройки лэнс ортографик прожекшен это у нас арфа ортографический вид отключает глубину перспективы сток лэнс это у нас смены линзы тип камеры тип айп этот у нас тип камеры таргет и фри шокон это показывает конус камеры даже при снятом выделении шоу хоризон это показывает воображаемую линию горизонта инвирант рейндж с это зоны окружающей среды необходимо для создания эффекта тумана шоу показывает зоны на влияние влияет на их работу и но позволяет видеть отметку зоной в окнах проекции не и рейндж это ближняя отметка определяет где туман начинается фа рейндж это дальняя отметка это у нас определяет где туман становится максимально плотным клипинг плинс это срез введение камер по глубине сцены освещение существует несколько несколько принципиально разных механизмов расчета освещения первый самый простой из них называется ray tracing или обратный ray tracing если точно и позволяется короткое время от нескольких секунд до полчаса по средним на картинку получит достаточно реалистичное изображение принципиальным недостатком при этом является невозможность учесть отражение или рассеивание света а следовательно результат получается весьма приблизительный хотя и быстро для создания более реалистичного освещения в этом режиме необходимо установить дополнительные источники света обычно называемые подсветкой данный метод применяется по умолчанию альтернативный и альтернативой ему является метод известный как радио сети учитывающие большинство возможных эффектов распространения света и позволяющие получать более качественные изображения главное достоинство радио сети заключается в том что открывается возможность полноценно использовать фотометрические источники света позволяющие настраивать яркость освещения в реальных единицах это у нас люксы кандали люмины его недостатки длительное время расчета рассеивания света необходимо разрезать объекты на специальные треугольники 3 и возможно самые совершенные на данный момент метод называется глобальное освещение при разумной скорости несколько часов на одну картинку среднего качества работы данный способ выделяет выдает наибольшие и наиболее чистые результаты чаще всего всех прочих методов применяется при качественной визуализации интерьеров для применения данного метода расчета освещенности требуется переключиться на продвинутый модуль визуализации визуализации mental ray это он или она вирей требует отдельного приобретения установки освещение и источники света существует у нас два основных набора источников света это стандартные и фотометрические стандартные источники света это имеет более простую систему настроек фотометрические в отличие от стандартных позволяет создать более продвинутые под а параметры но предназначены главным образом для радиосети рендеринга стандартные источники света это target spot free spot это луч света направлены в виде конуса отлично подходит для создания фар прожекторов потолочных светильников и так далее target direct free direct и так далее параметры фотометрических источников света используя фотометрические источники света важно понимать что реальный эффект от их применения достигается только при включении и настройки механизма радиосети рендеринге а также при выборе и настройки выдержки все фотометрические источники света настраивается одинаково главное отличие между ними это принцип излучения света источки из линии из площади и так далее многие настройки фотометрические источников света совпадают с настройками стандартных источников света это он у нас включить выключить источник света он шадал это выключить включить тени тени следует включить если источник света планируется использует в качестве подсветки эксклуд это позволяет запретить источнику света учитывая какой-либо объект или объекты distribution это принцип распространения светового потока изотропик это во всех во все стороны спортлайт в виде конуса света диффуз во все стороны из некоторой площади web это наиболее сложный способ color это цвет температура самого источника света выбирается из списка основных типов источников света либо указывается в кельвинах фильтр color цвет цвета фильтра например цвета абажура люстры через культуры нужно должен проходить свет из лампочки интенсивный это интенсивность светового потока по умолчанию указывается на кандалях следующий у нас параметр тени для все источных для всех источников света все источники света обычно фото реалистичные обычные фото реалистичные это имеют совершенно одинаковые настройки тени основные развитие между режимами расчета тени заключается в качестве их отрисовки и времени которые на это на это уходит типы тени у нас шаду мэп хоро и трейсит и 9 рай трейсит и ай шадус shadow map это самые простые тени установлены по умолчанию не способны учитывать прозрачность объектов рай трейсит это тени основал основные на рей трейсинге это у нас более сложный механизм генерации дает более качественный результат эти тени способны учитывать прозрачность и цвет объектов имеет очень четкие несглаженные очертания эти вираль трейсит это в отличие от предыдущих могут слегка сглаживать свою свой край для большой мягкости силуэта требует больше времени по умолчанию не учитывает прозрачность объектов ария шадоус это способный строит очень реалистичные тени ценой огромных затрат времени учитывают смягчение растворение тени с удалением от объекта могут учитывать прозрачность объекта при поставленной галочке он трансплантает shadows transparent shadows для этих тени очень важно выбрать режим работы источника света и его физические размеры окружающая среда панель окружающей среды предназначены для установки заданного фона заданного фона это у нас атмосферных эффектов настройки выдержки при рендеринге и управление некоторых из подключаемых модулей у нас камин параметр это общие настройки общие настройки влияет на задний фон при рендеринге и на глобальной параметре освещения background color этот цвет заднего фона environment map картинка окружающей среды это она может быть перенесена сюда из редактов материалов или создана прямо здесь use map использовать картинку заднего фона если картинка установлен то этой галочки какой ее можно включить и выключить тайн это общий оттенок освещение добавляется к оттенкам света источников света сцены добавляется или вычитывается к значению мульти плееры нет источников света сцены это у нас вопросы для закрепления сегодняшняя лекция подошла концу спасибо за внимание